Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вперёд на Зомби Войну. Так, у нас закончился турнир в лиге. Да, ребята, я получил призовое место, поэтому сейчас будем с вами мы открывать сундучки. Так, подожди, никакого боя мне пока не нужно. Давай зайдём сюда, ребята. Мы, по-моему, один ещё большой. Нет? Нет, не выиграли. Хорошо, давай посмотрим, что у нас здесь. Ребята, с работой не было времени нафармить мне, к сожалению, денег, поэтому очень мало у меня. По-моему, три тысячи там с копейками. Ну да ладно, я думаю, что немножечко всё-таки мы кого-нибудь допрапаем. Причём, кстати, ребята, вы мне так и не написали конкретно. Очень-очень много желаний, и они так в разнобойку, и чтобы вот кто-то из вас голосовал в большую часть, ну, например, там, предположим, грубо говоря, там, Вилли, да, 10 голосов, и я начал качать Вилли. Нет такого, ребята. Все в разнобойку. Кому Пайпер давай, кому Чопера давай, кому там ещё что-то. Я даже немножко, ребят, просто растерялся. И такое впечатление, что, знаете, вы хотите сказать, Рэй, делай выбор сам, качай кого тебе угодно. Вот я сижу и думаю, кого же мне хотелось бы прокачать? Смотрите, ребята, у нас вот нижний ряд практически весь. Кто-то говорил, что прокачай Карлоса. Типа, Карлос, стоп. Почему-то вот ни разу не слышал про гонслайдера. Вообще никто ничего не говорил. Наверное, он такой, знаешь, ложовенький. А, ребят, говорили про качай, точнее, докачай пожарника. Ну, давайте, ребят, докачаем пожарника. Фиг с ним. У нас, тем более, он сейчас получает какой, 13 уровень, да? Упс, упс, да? Не хватает. Так, газировка ещё есть. Слушай, а, блин, у нас денег-то, ребята, тысяча, тысяча 132. Но, тем не менее, я могу сделать одну... Да, ё-моё, мне не здесь... Одну консерву. Точнее, консерву-то у меня есть. Могу создать себе донорский пакетик с кровью. Даже, по-моему, две штуки, если я не ошибаюсь. Так, давай проверим мою теорию. Теорию Рея. Отлично, один есть. Да, ребята, как раз на два. Слушайте, если я нафармлю немножечко денежек, да? То мы с вами можем даже вполне поднять ему фулл-левел. Прям сегодня. Ну, сегодня вряд ли, потому что это очень долгий и нудный процесс фарма. Это один и тот же уровень придётся проходить. Я, грубо говоря, вот сплавлю весь бензин, который у меня в данный момент есть, для того, чтобы заработать именно то количество бензина... Ой, денег, чтобы прапать своего пожарника. А в данный момент мне нужно два уровня. Вы знаете прекрасно, сколько? 3,654 нужно на 14 уровень. И, по-моему, 5 с копейками до 15 уровня. Да. Ну, а потом, я не знаю, кто-то говорит, что пила крутая, режет не по-детски. Да, но Берс тоже режет не по-детски, согласитесь. Хоть он и не пила, но он, будь здоров, чикрыжет своими тесачками. А вот по поводу Чопера вообще ничего не могу сказать, зная, что он сам себя хилит. Да? Отталкивает противника и прямое управление юнитом. И он хилит сам себя. Не знаю, как это выглядит. Как-то я, помню, смотрел. Но так как он у меня первого уровня, я особо этого не заметил, чтобы там отхиливался, там пожесткачу. Может быть, микрончик какой-нибудь себе там сделает. Ну, да ладно, ребята, это не суть. Важна то, что у нас, ребята, лига. Лига, я опять почему-то на 8 месте, постоянно меня скидывают на это 8 место. Я не знаю, в чем проблема, почему именно сюда они меня скидывают. Угу. Ну что же, пожалуй, приступим, да? Так, секундочку, приступим. Мне не нравится расположение. Погоди, а с какого перепуга они у меня вот здесь стоят? Давай вот так вот сделаем. Ух, была не была. Поехали, ребята. Сохраним. И сделаем сразу бой. Давай смотреть, что у нас из этого, ребят, получится. Так. Слушай, ну неплохо, неплохо. Сейчас Вилли будет жарить, да? Или не будет? Он сейчас своим шокером, ребята, ох, как может лихо тут делов наделать. Прям двоих. Нет? У-у-у. Превосходно. Что я могу сказать по этому поводу, ребят? Четко все сработано было. А вот здесь не особо хорошо. Ой, огнеметчик. Ё-па-р-э-с-э-тэ. Ну? Я так и думал, что если гренадир сейчас взорвется, будет хана всем. Так и получилось. Ладно, давай смотреть дальше. Упс. Упс. Я могу только сказать, упс, ребята. Им крышка. Им крышка. Да, Шарлот, конечно, что-то тут пытается сделать. Но вы понимаете, что шансов у нее нет никаких. Эй, Шарлотта. Ой, Шарлотта. Да ну, хорош. Вот. Вот это я понимаю сыграли. Я уже думал, что сейчас как стрельнет в мою снайпершу и все. Я дуплится она. Но нет, все. Так. Отлично. Вот, ребята, вот как раз. Нет, это не Карлос нифига. Это гунслайдер как раз, про который я говорил. Что никто даже не намекнул, чтобы я его прокачивал. Видимо, никому он не нравится. Так, смотрим дальше. Опа! Опачки! Ты посмотри. Ну, молодец. Гренадир вытянул. Слушай, что за мода, ребята? Ребята, вы посмотрите. В последнее время я все чаще и чаще вижу в отрядах Шарлотту. Что за мания такая на Шарлотту пошла, а? Убивать я никого не планировал. А, деревенщина. Я его тысячу лет, ребята, не видел в отряде. Ты представляешь? И сейчас увидел. Слушайте, мы идем пока ровно, гладко с вами. Шесть побед из девяти возможных. Оп! Ну! Е! Так, тихо! Есть, отлично, ребята. Ну! Вся надежда на тебя. Блин! Если сейчас снайперша моя промажет... Нет. Она просто сделала по красоте, ребята. Слушай, ну мы вообще идем идеально. Идем. Упс! 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 Фу! Здесь победа за нами. Снайперша не успеет, ребята. Слушай, неужели ровно? Ребята, это чистая победа. А, нет, погоди, погоди. Ёлки-палки. Еще уровень. Еще целый уровень. Так. Так. Тут кто кого? Да ну хорош! Да как такое может быть, блин? Да как такое может быть? Ну почему, блин? Я так обратно задумал. Сейчас одной каточкой пройдем всех. Какая-то девятого уровня снайперша... И все, и маня одуплилась, блин. Ну где справедливость, блин? Кто я такой? Сулудити, блин. Ну да... Вот сейчас вот, ребята, я ничего не менял. Оставляем ту же самую пачку. И посмотрим, как все у нас будет. Посмотрим. Вот идет, да? Она идет. Точнее, мой гренадир тут подбивает почти всех. Сейчас еще хуже сыграли, блин. Хоть мы и проиграли, но... Короче, фигня получилась. Хорошо, давай попробуем немножко по-другому сделать. Знаешь как? Так, суладите, е-мое, а? Я сделаю вот так вот. Да? Давай попробуем вот так вот сделать, короче. Офигеть. Вот у меня, как всегда, начинается, ребята, запара. Вот последний бой, да? Ну что еще за фокусы тут, е-просто? Ну, подходишь, да? Все, тут никого не осталось. Вот убиваем мы этого. И снайпер, что? Блин. Всего лишь надо было немножечко, ребята, сместить гренадира. Угу. И все. И сразу исход боя совсем другой. Ну, мы этого с вами не знали, мы этого с вами не предвидели. Поэтому уж извините. Но в любом случае, ребята, мы с вами в топ. Так, что мы с вами можем еще сделать? Сколько мы можем нафармить голды, например? Хм. Меня устраивает эта команда, которая сейчас в данный момент стоит. Мне устраивает вот эта миссия, где мы с вами всегда фармим. Золотишко. Я еще раз, ребята, ну, кто смотрел, кто знает, можете, в принципе, выключать на этом видосик, потому что я сделаю краткий гайдик по тому, как зарабатывать Аустином деньги для фарма. А именно деньги и именно для фарма. Потому что можно, многие из вас, наверное, уже продают там все, что заработали на ивентах. Я знаю, что очень круто там зарабатывают. А ивент, вы понимаете, про какой я говорю. Это именно кукурузная ферма, где можно просто обжиться ресурсами, которые потом можно будет продавать. И жить, в принципе, нету жить. Я этим не занимаюсь, не занимаюсь только лишь из-за того, что у меня, ребят, нету времени фармом заниматься этим, понимаете. Я весь просто в завязках, весь в работе. Прихожу, ложусь спать, просыпаю там по 9-10 часов, потом пить на работу. Короче, нет возможности, ребят. Поэтому я фармлю по старинке, именно беру Аустина и вот начинаю им фармить. Это происходит именно вот так. Я никого не вызываю, кроме Аустинов и Кэпа. Кэпа, в принципе, можно, ребята, убить. Если вы возьмете с собой бочку, вы его потом убиваете и у вас остается чист Аустин. Для чего я его вызываю в самом начале? Для того, чтобы он дал нам баст, точнее, бустер, ну, бустер пах, хотел сказать, буст, чтобы мы разогнались. Потому что Аустин один на один против толпы зомбарей, он не протянет долго. Кэп, он идет чисто как для прикрытия. Он ускоряет, во-первых, да, дает им силу воли, тут всю эту скорость, быструю перезарядку, быструю ходьбу. В принципе, он только для этого нам и нужен. И больше, вот больше трех нежелательно ребят вызывать, иначе они будут заходить вот сюда. Заходить за этих мертвых зомбарей, которые будут потом резаться сзади. И, грубо говоря, либо идти вперед на наш автобус. Что нам просто вынуждено будет вызывать кого-то из еще юнитов, потому что шериф может и не справиться. Вот, а так вот, три Аустина здесь стоят и неплохо себе фармят. Вот в данный момент мы, сколько у нас там было? 800 с лишним, да? Ну, 400 монет мы уже заработали. Уже 500, грубо говоря. Вот, при хорошем раскладе можно за уровень от 1000 до 1500 набомбить. Если убить в этот момент Кэпа. Кэп в данный момент очень сильно мешает. Вот, как только у нас два Аустина стоит в ряду, Кэпа можно убивать. Убивается он легко. Берешь бочку, бросаешь. Если он не умирает от бочки, естественно, ее взрываешь и все, ему хана. Вот, и дальше чисто играешь одними Аустинами. Вот. Волну я не буду, ребята, прощать, поэтому я ее буду разбивать. Некоторые бомбят до последнего, прям когда уж волна идет. Ну, я не буду этим заниматься. Я просто разбомблю сейчас ворота и все. И мои ребята пойдут себе в освоясь. Кстати, я не посмотрел, что там за уровень у нас. Ну, в плане бонусный. Что мы должны с вами сделать, чтобы получить призы. Сейчас глянем заодно. Так, ну что. 9 золотых. 11 опыта получили. И давай посмотрим, что нам нужно сделать в этом этапе. Ага, выиграйте 24 любые миссии. То есть, мне даже горючки, ребята, не хватит, чтобы выполнить. Это надо сделать в два захода. По-моему, после ноля обновляется. Я в любом случае не успею, ребята, это сделать. Я имею в виду, не отвлекайся. У меня еще впереди игрульки, игрульки, игрульки. Так что. 5. Еще не потеснили. Помните, да? Не успел тогда глаза моргнуть. Хоп. Тебя быстренько скинули. Не сиди. И вот хотелось бы, знаете, чего? Вот еще вот. У нас вот есть лига, да? А вот хотелось бы еще какой-нибудь турнирчик. Ну, пускай он назывался бы не лига, а я не знаю, там, ПВП-турнир какой-то. Вот чтобы с реальными игроками. Чтобы вот выстрел прямо вот вышел. И еще хотелось бы, чтобы прямо во время, вот, поле боя тебе дается, да? Вот две команды. Моя, например, здесь. Вражеская здесь. Мы расставляем юнитов и управляем им. То есть я нажимаю, например, да? На снайпершу. Оп. Сюда ее переставить. Чтобы она переходила. Сюда. Оп. Чтобы я гранату мог сам бросить, когда мне нужно. То есть вы понимаете, да, к чему? Вот это было бы круто. А не так, как это. Потому что иногда, ну, просто действительно тупят боты. Играют как-то непутево. И, например, хочется сделать, чтобы одни не сделали так. А они делают совсем по-другому. Короче, не нравится мне. Так, ну ладно. 1677 у нас с вами денег. Я могу хоть что-нибудь сделать за эти крохи? Наверное, нифигашки. Давай посмотрим. Я могу. Нет, ребят. Там три с лишним, да? Нужно, по-моему, для пропования моего пожарника. Да, 3654. То есть вот так вот мы делаем и апаем. И пять. Короче, около девяти. Даже десять тысяч нужно мне монет, чтобы я его проапал по фуллу. Но, честно говоря, ребят, я им не пользуюсь. И не знаю, когда мне такое предстоит, чтобы именно его использовать. Так, давай посмотрим, что у нас в магазине. Может быть, есть какие-то запчасти. Запчасти нет никаких, ребят. Я все колеса, видимо, и все это продал. Так, ну-ка, продать. Давай посмотрим здесь. Нет, есть выхлоп. Пятьдесят голды. Вот, ребят, про что я говорю. Кто фармит по полторы, по две тысячи вот таких вот там фляжек, например, клеит. Да, он вообще в деньгах не имеет ограничений. Он просто продает. Вот, например, клей, да? Я могу его продать. Потому что у меня его, ну, действительно, дохерищи. Все, у этого кончились деньги. О, кстати, ребят. Мы накопили с вами на один ап. И это хорошо. Вот так вот это делается. 673 монеты осталось. Ну что? Не сдвинули? Нет, не сдвинули, ребят. Ну, и в принципе, на сегодня и все, да? Получается коротенький видосик. Ну, а что поделаешь? Было бы что-нибудь еще, ребята. Естественно, мы бы с вами затусили. Но а так, к сожалению, нет. И к тому же, вы знаете прекрасно, что все здесь у меня пройдено на три звезды. Даже элементарно проходить больше нечего. Я очень сильно жду, ребята, девятый уровень. Или вообще какой-то, знаете... У них же первая часть была про мотоциклистов, да? Помните? На мотоциклах там гоняли. Я ее вроде бы как начал, потом забросил, перешел вот на эту игру. И эту игру, как говорится, начал уже бомбить до последнего. Они могли бы сделать третью бы часть, что-то схожее, да? Вот с первой и второй. Ну, может быть, немножко другая. Я бы тоже с удовольствием перешел бы и начал бы играть. Ну, таковой пока нету. И я уже не знаю, предвидится она или нет. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok